Здравствуйте друзья, с вами Вулла, на ваших экранах Парагон, и сегодня мы посмотрим на Спэрроу. И Сойка, наверное, вот один из моих самых нелюбимых персонажей. Ну только посмотрите на её биографию. В детстве тренировалась с луком, пока её пальцы не начинали кровоточить, а затем тренировалась ещё. Не раз доводилось сидеть за решёткой, и охоту любят больше, чем самоубийство. Вы понимаете, она какая-то психопатка и мазохистка. Ну и сейчас мы перейдём к способностям, и я объясню, почему именно она мне не нравится. А всё из-за вот этой пассивной способности. Многие, может, скажут, ну как так, она же дополнительный урон наносит там. Ну здесь, конечно, неправильно написано, на самом деле в игре там 3, 5, 7 и 9% на последнем уровне прокачки. Не знаю, почему они здесь не исправляют, но на самом деле так. Проблем у этой способности, на мой взгляд, три. Во-первых, эти стаки нужно поддерживать, так как действительно адекватный урон наносится только после пятого выстрела. Соответственно, если вы один выстрел промазали, надо делать ещё на один выстрел больше, а на это требуется время, с которое вас, разумеется, убьют. Вторым минусом является именно тип этого урона, а именно то, что это дополнительный урон. Соответственно, на него не распространяются такие эффекты, как крит и вампиризм. Поясню. Вот, к примеру, у вас есть 40 вампиризма и основной атакой вы наносите 200 урона. Соответственно, отхиливаете 80 хп. Вторым выстрелом вы уже наносите на 9% больше, то есть там что-то 18, по-моему, 218 урона. А отхил также 80. Тоже на третьем выстреле, на четвёртом, на пятом. То есть на пятом выстреле вы наносите уже 245, а отхил всё так же 80. С критами то же самое. Допустим, вы наносите 200 урона, от пассивки на пятом выстреле добавляется ещё 90 урона. Следующим выстрелом у вас проскакивает крит, вы наносите 300 урона, а дополнительный урон 90. Уловили мысль? Единственный вариант реализовать эту способность, это прокачивать базовую атаку. То есть чем больше у вас будет основной атаки, тем больше будет реализовываться эта пассивка. Ну и третий минус, это её бесполезность на начальной стадии игры. Потому что, как я и сказал, хороший урон она начинает наносить только после пятого выстрела. А в начале у нас очень низкий урон, низкая скорость атаки. То есть мы с самого начала игры даже не можем наложить эти 5 выстрелов, потому что наша скорость атаки меньше одного выстрела в секунду. Соответственно, нужно ещё потратиться на скорость атаки. Так что, как по мне, единственный вариант развития этого героя, это забить на пассивку до лейта. А когда уже у нас будет достаточно карт, урона, вернуться к ней, и тогда уже начать нагибать. А на начальной стадии есть способности гораздо получше. Например, пронзающий выстрел. Наносит отличный урон, быстрая перезарядка и просто огромная дистанция. Плюс ещё она пробивает всех врагов и проходит сквозь препятствия. Но она работает как заряжающая способность. То есть чем дольше держите, тем больше будет урон. Максимальный урон получается после удержания как минимум секунду. И вот именно эту способность, я считаю, нужно качать в самом начале. Она отлично поможет добивать убегающих, просто помогает в замесе, потому что будет наносить урон по всем, кто попадётся на её пути. И маны она стоит не так много. Далее идёт град стрел. Как называется, так и выглядит. Уже похуже, чем предыдущая способность. Во всём причём, маны стоят больше, перезаряжаются дольше, да и урон не очень. И наносится ещё со временем. Ну и наша ульта делает так, что мы на 7 секунд будем вместо одной стрелы выпускать 3. При этом боковые стрелы будут наносить меньше урона, но с прокачкой он конечно увеличится. Но опять же, всё завязывается на нашей основной атаке. Чем больше у нас будет урона, тем эффективнее будет эта способность. Ну а теперь самое интересное. Билд. Для начала мы берём жетон удара, зелье здоровья и оберег разведчика. Зелье маны нам абсолютно не нужно, потому что маны, поверьте, вам будет хватать. А первой картой, которую возьмём, возьмём амулет мага старца. Причём, когда у вас будет 4 единицы силы, свободные, берёте амулет, выкидываете жетон удара, оберег разведчика и полностью его сразу улучшаете. То есть уже на очень раннем этапе вы получите полностью готовую карту. Оберег разведчика вам уже больше не понадобится, так как всё равно он видимый. И берём мы его только для того, чтобы предотвратить ранние ганги. Следом берём посох вихрь и тоже улучшаем его малыми ударами. Он уже даст нам немного скорости атаки. И к этому моменту уже можно будет прокачать пассивку на раз. Но всё же не зря она у нас есть, пусть работает хоть немного. Но максис её ни в коем случае не стоит. Дальше берём рассекатель ветра, вот с такими вот улучшениями. Те очки силы, которые мы здесь не используем, пригодятся нам для других карт. После него берём стремительное сердце. Очень хорошая карта даст нам огромное количество скорости атаки и здоровья. И как только мы её собираем, сразу же выкидываем амулет мага старца и посох вихрь, который мы собирали в начале. И вместо них собираем другой посох вихрь, улучшенный на 12 единиц. Таким образом будет давать нам сразу 60 урона. И теперь у нас на руках три основные карты. Следующий мы берём второй рассекатель ветра, улучшаем его вот таким вот образом. И так как уже у нас будет достаточное количество урона, пятой картой я решил взять тихое негодование. Вампиризм, который она нам даст, будет помогать выживать в флейте, плюс её активная способность будет ещё больше ускорять нашу скорость атаки. Ну и хоть я и сказал, что криты и вампиризм плохо работают, без вампиризма будет намного хуже. Потому что мы ватные, у нас нет эскейпов, мы вообще изи фраг. И вообще запомните, одной ей ходить нельзя. Вы всё время должны бегать хвостиком за танком или там с кем-нибудь ещё в толпе, чтобы просто наносить урон стабильно. Да как только на вас будут фокуситься, всё, вы тут же труп. Она если остаётся одна, у неё просто от страха начинает хп отниматься. Ну и последней картой возьмём райский бриллиант, который добавит нам ещё немного выживаемости и немного урона. Но ещё в расходнике я добавил мерцающий амулет, как-никак хоть какой-то эскейп. И если брать его, то только после амулета мага старца и посоха вихря. А только потом уже собирать всё остальное. Ну и разумеется, при очень сильной надобности очков карт, выкидывать его. И ещё одну карту Прикосновения Вора. Стоит брать только в самом лейте, когда у вас уже полностью 60 единиц силы. И максимум для чего, чтобы заменить стремительное сердце. Тогда у вас отхилл будет побольше, но это только как вариант. Но вообще, друзья, я понимаю, что этот билд далёк от совершенства. Но просто не люблю я играть за неё. Конечно, её можно развить в ДД, но для этого тогда вам понадобятся очень хорошие союзники. Потому что выживаемость у неё страдает очень сильно. Ну а этот билд просто поможет держаться на протяжении всей игры и не отдаваться, как дешёвая проститутка. Ну а на этом всё, друзья. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Играйте в хорошие игры.